Светлана Александровна, скажите, какие меры поддержки сейчас оказываются многодетным семьям и достаточны ли они, как Вы считаете? Если смотреть со стороны многодетной семьи, то, конечно же, да. Сейчас вообще политика у нас настроена на то, что очень много мер поддержки для многодетных семей. Мы активно пользуемся. Это бесплатное питание в школах для детей. Это и льготы за вывоз мусора, это и льготы на транспортный налог. Ну, плюс пособие небольшое, но очень приятное. Достаточно ли меры поддержки, которые оказываются сейчас в регионе? Ну, конечно, хотелось бы больше, потому что дети растут, дети становятся старше, хочется чего-то больше, да, и общество развивается, все у нас идет вперед, поэтому хотелось бы еще какие-то меры, может быть, но по нашему региону, в принципе, я так считаю, что активно у нас поддерживаются многодетные семьи. Мой семейный центр города Твери и Калининского района оказывает комплексную поддержку семьям с детьми, оказавшись в трудной жизненной ситуации, столкнувшись с какими-либо проблемами. В одних, конечно, одно из основных у нас, значит, это стационарное отделение, отделение по работе с семьей и детьми. Отделение по работе с семьей и детьми работает непосредственно с семьями, которые проживаются вместо с родителями. Мы устанавливаем пожарные извещатели многодетным семьям и оказываем такую меру поддержки, как оплата питания детям, оказавшись в трудной жизненной ситуации, школьного питания, и летний оздоровительный лагерь. И, конечно, если возникают проблемы психологического характера в семье или какие-то правовые проблемы, то есть девочки из отделения оказывают эту поддержку. Если вдруг возникла проблема и семье некуда деть ребенка, то они могут обратиться с заявлением, и мы поместим этого ребенка в стационарное учреждение на полное гособеспечение до урегулирования трудной жизненной ситуации. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, уважаемые педагоги, всех, кто сегодня присутствует в сзади, хотел бы от всего руководящего состава, от правительства, от всех старших поздравить вас с праздником, поздравить с Днем защиты детей, и самое главное – поздравить вам хорошего настроения, здоровья и интересных событий. Сегодня, в этот день, начинается лето официально по календарю, и в этот день обычно связан с самыми лучшими ожиданиями, ожиданиями интересного периода, ожиданиями отдыха, занятиями, ожиданиями новых друзей. Кто-то поедет в лагерь оздоровительный, кто-то поедет в спортивный лагерь, кто-то будет вместе с родителями проводить время, но у всех вас это время будет связано с новыми интересными событиями, и потом уже по осени это будут воспоминания о том, как вы провели это. И мы все помним, мы понимаем, как мы росли, чем мы занимались, и я хотел бы вам пожелать в этот день, не будем сильно отвлекать от того, что мы понимаем, что все находятся в ожидании представлений, в ожидании сказки. Поэтому хотел бы всем пожелать, чтобы вы интересно провели сегодня время, чтобы вы запомнили наш людской главный театр в нашей области, чтобы вы здесь обрели новых друзей, пообщались между собой, и чтобы вам сегодня было интересно. Мы всех поздравляем с этим днем и желаем вам хорошего настроения и интересного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова